Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Пока биткоин у нас с вами продолжает восходящее боковое движение. Ничего толком сверхъестественного не происходит на рынке. Давайте посмотрим сегодня на биткоин в разрезе долгосрочной перспективы, чтобы понять, где мы находимся сейчас. И для этого воспользуемся каналом логарифмической регрессии, который давно мы с вами не смотрели, где у нас есть, скажем так, честная, справедливая цена. Это дно этого канала между зеленой и желтой линией. И как вы можете видеть, это те значения, где, собственно, очень неглупым решением было покупать. И на позапрошлом дне медвежьего рынка, и на прошлом, соответственно. И сейчас, посмотрите, мы снова вернулись в эти же значения. Причем сейчас мы даже упали немного ниже, поскольку кривая принятие движется каким-то таким вот способом, и масса adoption происходит полным ходом. Соответственно, биткоин становится более зрелым активом, и уже нету таких диких скачков волатильности, как раньше. Тем не менее, мы знаем с вами, что эти зоны между нижними двумя полосами являются самыми пригодными для покупок, для долгосрочных покупок. И вот мы снова с вами входим в эту зону. Также мы знаем, что зоны между оранжевой и красной полосой являются также пригодными для продаж. В последний раз, правда, мы не дошли до самого верха этой границы, но мы дошли до оранжевой полосы. Причем, что интересно, мы тогда были не на самом пике. Мы тогда были на 64 тысячах, а после этого поднимались на 69. Но уже когда мы поднялись на 69, мы не дошли даже до оранжевой полоски, потому что со временем этот канал растет. Соответственно, честная цена тоже растет вместе с течением времени. И об этом же нам сигналил P-Cycle Top, если вы помните. Он загорелся на 64 тысячах, тогда в это никто не хотел верить, но это произошло. И 69 тысяч это уже были, скажем так, второй вершиной. Вторым горбом этого верблюда, который сейчас наклонил голову, чтобы попить, вместо того, чтобы расправить шею жирафа и полететь наверх. Но это ладно, это лирическое отступление. А по факту, что мы здесь видим? Что P-Cycle Top достаточно точно сигналил нам все вершины, включая вот эту промежуточную. И также P-Cycle Bottom тоже достаточно точно сигналил дно. Но не будем забывать о том, что эти индикаторы были написаны уже после вот этих двух циклов. То есть они были написаны по вот этим вот вершинам и по вот этим вот значениям дна. Но тем не менее, как мы видим, вершину индикатор показал достаточно точно, ну не считая вот этого, конечно, перехая. И дно сейчас, возможно, мы, конечно, узнаем со временем, возможно, он тоже показал достаточно точно. Теперь что мы можем с вами еще заметить? Что обычно, когда мы достигали дна, мы очень долго накапливались в этом канале перед тем, как выстрелить из него наверх. Причем это было и здесь, и здесь. Ну вот здесь разве что было такое немного чересчур волатильное движение, когда мы улетели с 3000 на 14, потом упали обратно на 4. То есть мы как бы дошли до средней границы канала, но от нее отверглись и упали снова на дно канала. Даже прокололи его немного вот здесь. И после этого, только когда мы уже второй раз пробили желтую линию и закрепились над средней, мы пошли выше. Так что сейчас, возможно, по этой аналогии стоит ожидать долгого накопления. И длиться оно, конечно, может вплоть до следующего халвинга. Если мы посмотрим на то, где находилась цена в момент биткоин-халвингов, то мы видим, что она находилась все еще внутри вот этого канала накопления между зеленой и желтой линиями. Как здесь, так и здесь, так и здесь. Посмотрите. Соответственно, это будет примерно вот здесь. Ну там плюс-минус неделя-две. И если следовать этой статистике, то мы с вами можем находиться все еще в этом накопительном канале во время следующего халвинга. То есть мы, конечно, можем перед этим сделать и вот так, но потом упасть ниже. Или там, наоборот, протусоваться ниже этого канала. Но если мы вернемся туда, то я вам хочу сказать, чтобы вы понимали, что это будет уже далеко не 20 тысяч долларов, где мы сейчас. А к моменту следующего халвинга нижняя граница канала будет примерно на 77-80 тысяч долларов. А следующая полоса будет приблизительно на 120 тысяч долларов. Друзья, это важно понимать. То есть за это время, которое пройдет, еще примерно полтора-два года, честная цена биткоина, справедливая цена, вырастет в несколько раз, если следовать этой модели. Вот почему я вам говорю всегда, что так важно отдаляться и смотреть на всю картину целиком. Потому что сейчас для людей там даже 30 тысяч или там 40 тысяч долларов по биткоину это кажется чем-то немыслимым. Но если мы посмотрим даже вот сейчас, где мы находимся, то верхняя граница этого накопительного канала это 43 тысячи долларов. То есть мы можем легко сходить туда и потом застрять где-то здесь. Перед, соответственно, уже каким-то более импульсным движением наверх. И я думаю, что имеет смысл ожидать чего-то такого. Даже если мы в следующем цикле не дойдем до вершины этого канала, а остановимся где-то вот здесь или даже вот здесь, на его средней линии найдем следующий пик, то в логарифме это будет выглядеть вот так, ребята, а в линейной шкале это будет выглядеть вот так, чтобы вы понимали. И это будут шестизначные значения выше 200 тысяч долларов. Консервативно, даже если мы сохраним вот этот тренд понижающихся максимумов, уменьшающихся возвратов внутри логарифмической шкалы. А если мы все-таки впадем в очередную фазу маниакального пузыря, как это обычно бывало, то мы можем легко увидеть что-то вот такое, друзья, в следующем цикле по биткоину. Причем это может произойти вполне себе вероятно, и от этого события нас могут отделять с вами буквально каких-то пару лет. Поэтому наберитесь терпения, аккумулируйте, пока мы находимся на столь пригодных значениях, потому что спекулянтов с рынка вымывает. Мы сейчас наблюдаем очень интересную вещь. Вот на этом графике оранжевая линия отображает поисковые запросы биткоин в гугле, а синяя линия цену биткоина. И посмотрите, как они ходили друг за другом практически все время. Причем на фазе пузыря поисковые запросы усиливались, но за последнее время мы видим жесткую дивергенцию. Поисковые запросы еще даже не переписали all-time high, при том, что цена это сделала уже в несколько раз. Что говорит о том, что спекулянты уходят с рынка, а долгосрочные инвесторы остаются. И последнее, что я вам хочу сказать по этому логарифмическому каналу, что не забывайте о том, что честная цена со временем растет и меняется. То есть если мы говорим о вот этих 20 тысячах долларов, которые были в 2017 году, это была неоправданно дорогая цена для биткоина, потому что честная его цена была вот 600-1200 в том же самом году. Понимаете, да? При этом уже в следующем году к дну медвежьего рынка честная цена уже была в районе 3-4 тысяч долларов. А сейчас те же самые 20 тысяч долларов, которые были неоправданно дорогой ценой красной линии, сейчас это уже является донным значением. Посмотрите. Причем самое смешное, что мы уже даже ниже канала. То есть сейчас это уже перепроданные значения, где честная нижняя цена сейчас уже находится в районе 26 тысяч долларов. Мы еще даже до нее не дошли. Просто держите эту информацию в голове. Я вас ни к чему не призываю. Я просто вам показываю факты и данные. А вы их сами переваривайте уже как хотите. И пишите в комментариях, что думаете об этом всем. Ну а у меня на этом все. С вами был Гринни, это канал Крипто Коменс. Ставьте лайк обязательно, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Всем успехов. И до следующей встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok